Всё началось вот с этого плаката. Его придумали англичане во время Первой мировой войны. Джон Буль, символ Британии, спрашивает, кого здесь не хватает? Тебя. Дальше в Первую мировую войну вступили американцы. У них на плакате появился дядя Сэм. Я жду тебя в армии США на ближайшем призывном пункте. Далее английский плакат выдержал бесчисленное множество ремейков. Вступай в Рейхсвер. Запись на ближайшем пункте Рейхсвер группенкоманда номер 4 Бавария. Плакат 1919 года, когда после краха кайзеровской Германии бывших солдат и офицеров вербовали в новую армию Веймарской республики, так называемый Рейхсвер. Плакат 1920 года, набор в Красную армию. И даже такой ремейк был. Я хочу обратно свою старую землю. Вступай в Еврейский легион. Легион создавался в составе английской армии в Первой мировой войне против турок. Однако из всех призывно-вербовочных плакатов Первой мировой войны лучший, по-моему, вот этот. Слава Ирландии! Ты пойдешь или мне идти? А на заднем плане пылает Бельгия, куда немцы вторглись в 1914 году. Спустя два десятка лет после окончания Первой мировой началась Вторая мировая война. Пропагандистские плакаты получили свое развитие. США. На плакате надпись «Вот враг!» Японец тащит куда-то женщину. Его соплеменники кого-то жгут и вешают на заднем плане. Спаси свой дом от этого ужаса. Вложи 10% в военные облигации. Как ты будешь жить с этим? 5200 американских пленных зверски убиты японцами на Филиппинах во время марша смерти. Выполняй свой долг до тех пор, пока последний японский убийца не будет стерт с лица земли. При этом японец на плакате изображен с пятиконечной звездой. Поздравляем Китайскую республику с днем рождения, 10 октября. Китайцы – наши главные союзники в борьбе с Японией. Несмотря на войну, китайцы борются за демократию, как мы 150 лет назад. На союзников китайцев из армии Чанкайши американцы свои предрассудки не распространяли. Чанкайши, вождь китайских националистов, создал огромную, но плохо оснащенную армию, которая все годы войны сковывала значительные японские силы. Как мы 150 лет назад, это имеется в виду война за независимость США в 18 веке. В декабре 1941-го, после Пёрл-Харбора, Гитлер объявил войну США. Пропаганда отреагировала соответственно. Надпись на плакате «Вот враг!» Сегодня нам принадлежит Германия, завтра весь мир. Да ну! Срочка из одного из нацистских маршей, удачно обыгранная в американской пропаганде. Типа, а не жирно ли будет? «Будь с ним в каждом письме» – один из лучших военных плакатов. Американцы всегда сражались за свободу. Не всегда, но во Второй мировой войне точно. Американцы вернули демократию и мир в Западную Европу. От Америки переходим к СССР. На ваших экранах советский плакат «Мости немецким псам» и краткая история некой Насти Галкиной мелким шрифтом внизу, которую немцы вытолкали из хаты с детьми и расстреляли. «Мочить в сортире» – версия 1942 года, в исполнении художника Валериана Щеглова. «Сынок Витя пишет папе» – знаменитый лозунг, придуманный Эренбургом в 1942 году. «Немец со шмайсером» – от художника Леонида Голованова. А здесь все понятно без слов. Внизу плаката «Письмо братьям-фронтовикам Ивана Воронина» про зверство немцев в некой русской деревне. «Германия. Танковые войска. Твои войска». «Пока мы сражаемся, вы работаете на победу». Еще один вариант того же плаката для жителей оккупированных территорий. «Евреи-поджигатели войны». «Еврей» изображен в мире Сталина. «За вражескими державами стоят евреи». «Евреи-капиталисты» – звездой Давида, тайно рулят СССР, США и Англией. «Винница». В период оккупации там были обнаружены могилы с тысячами жертв 1937 года. Это использовалось в пропаганде, рассчитанной на украинцев. Впрочем, немецкий террор в Виннице не уступал НКВД. После себя они тоже оставили горы трупов. «Освободители». Но воздушный террор англосаксов – это еще ничего. Надпись на плакате «Это угрожает нам, если мы перестанем действовать. Поэтому сражайся до победы». «Италия». Надпись внизу – «Лондон». Они типа радуются бомбежкам Лондона. С ним покончено. Радость недолгая была. Плакат на тему англо-американских бомбежек Италии. Черчилль с Рузвельтом – натурально пираты со страницы острова-сокровищ. Плакат на тему сухопутного вторжения американцев в Италию. «Римлян» зовут на защиту европейских ценностей. Англия. Можно быть либо немцем, либо христианином, но никак не тем и другим. Адольф Гитлер. Хороший пример использования вражеских цитат в пропаганде. «Мы били их раньше, побьем и теперь». Намек на Первую мировую войну, где немцы уже пытались сокрушить Британскую империю, но были разгромлены. Вместе. Британская империя занимала 22% суши. Было кого мобилизовать. Вместе к победе. Британец и австралиец заловили японца. Гитлер нашептывает мамаши идею вернуть детей из-за города в Лондон. Не делай этого, мама. Оставь детей, где они сейчас. Сынок, мы справимся тут без тебя. Сейчас тебе надо быть за пределами Лондона. «Длинный язык топит корабли». Антишпионский плакат. Держи язык за зубами. Она не так тупа, как кажется. К чему ведет неосторожный разговор. Поддержи их. Английские солдаты героически сражаются где-то в пустыне Северной Африи. Все вместе вперед. Черчилль на фоне армады, союзной авиации и бронетехники. Конечно, это далеко не все плакаты времен мировых войн. Возможно, в будущем сделаем еще подборку. Ставь лайк, если было бы интересно продолжение. От себя благодарю за просмотр. И до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok